здравствуйте дорогие друзья меня зовут сергей новиков вы смотрите программу загородные премудрости разрешите вам представить моего следующего собеседника и наставника это алексей крылов агроном а говорить мы будем о весенней обрезке деревьев алексей добрый день здравствуйте вот для меня всегда была загадкой как агроном одним вот своим профессиональным взглядом выявляет те вещи которые мы легко можем обрезать и это пойдет на пользу растениям вот ваш секрет в чем заключается мой секрет прежде всего большом опыте работы с растениями в данном случае с деревьями обрезка занимаюсь давно это мое любимое занятие и когда ты занимаешься довольно продолжительное время то обрезать дерево не составляет никакого труда мне кажется что растение вам доверяют не боятся они нам подсказывают опытный агроном всегда видит что надо отрезать лишнее что оставить вот давайте посмотрим на эту яблоньку да и что глаз ваш заметил в первую очередь что здесь не вот я бы тоже конечно хотел бы обладать вашим навыком но пока еще не имею ну вот опыт набирается с годами значит первую первую очередь обращаем внимание на санитарную обрезку то есть поломанной ветки то что вот висит а вот здесь пожалуйста обломана ветка обрезать под чутким руководством специалиста вот обрезаем обрезка на кольцо называется значит обрезаем вот здесь ага то есть лишнее вот мы убираем вот таким вот образом это за это у нас на мусор а значит дальше у нас идет прореживание побегов то есть убираем все лишнее что загущает крону переводим на периферию так вот фраза красивая а вот мне там 3 например непонятно не давайте она конкретно кажем пальцем давайте одна конкретно примере нас берем вот отдельную ветку значит вот у нас ветви растут одно к наружи кроны другая внутрь внутрь убираем полость у самого основа да это вырезка на кольцо называться это уже понятнее опа тоже выбрасываем выбрасываем значит ветка которая идет к наружи кроны но она длинная значит ее надо укоротить примерно наполовину а что это дает вот я понимаю что я что-то делаю а вот для чего не совсем ясно значит укорачивание ветвей дает нам прежде всего от сохранения габаритов кроны то есть мы у нас не становится развод да мы держим дерево определенных заданных нами же размерах и во вторых мы получаем урожай ближе к стволу то есть как правило на не обрезаемых яблонях урожая нас вносится далеко периметром кроны бывает до 5 метров от ствола это не очень удобно для сбора для дальнейших технологических операций алексей вот сейчас последние дни марта вот вы в этом году рекомендуйте до каких чисел апреля проводить обрезку до каких дней можно но я считаю до 1 мая вполне возможно потому что даже так погода сейчас стоит морозная ночью днем небольшой плюс вполне можно вообще считается что обрезка яблонь и других плодовых деревьев до распускания почек как только появляется зеленое очертания листьев это фаза конуса то обрезку прекращаем а не страшно ли у яблоньки отрезать что-нибудь не то не болит ли душа душа не болит когда сделаешь все правильно и ты уже знаешь что из этого получится плодового дерева вообще растения они способны прощать мелкие ошибки садоводу если крупное конечно тут непоправимое не исправишь но мелкие если что-то мелко отрезали то дерево прекрасно восстанавливается на следующий год тем более ты уже приобретаешь опыт во вторых кто уже наметанным глазом смотришь на это дерево и видишь свои недостатки которые были произведены своей же собственной рукой вот мы сейчас посмотрели на это дерево с другой стороны и что мы видим значит у садоводов прежде всего волчковые побеги вот больной вопрос все их знают что то такое но не знает где они находятся у яблоней волчки это что то такое вот волчки это жирующие побеги они как правило растут в основаниях ветвей они забирают все питание отбирая тем самым питание у веток боковых и конечно все что от урожая а может быть на них образуются цветки и тогда мы сможем увеличить урожай или такого на этих побегах они чисто дают вегетативную массу цветки на них не образуются они направлены именно на загущение на увеличение массы растения вот несколько признаков волчков что это не простая ветка а волчок волчок первую первую очередь это однолетняя ветвь то она имеет всегда значительную длину то есть если вот годовой прирост у вас вот у нас 30 сантиметров тот волчковый побег он отличается вот где-то в два в три раза длиной то есть вот он порядка 50 60 сантиметров и как мы с ним боремся вырезаем вырезаем основание на кольцо вот здесь да да нравится точно здесь я посмотрю его вблизи что же на себя представляет вот они это получается такие просто пруты которые один год вымахали до больше чем полном порядок сантиметров 60 вот здесь еще один волчок пожалуйста отправляйся пожалуйста волчок животное волчок на дереве а почему так назвали вообще волчки ну они видать по природе быстро их много в помете у животных и не быстро растут я думаю что этимологии этого представления именно в быстром развитии в массовости волчок за бочок поехали дальше кроме волчков на что стоит обратить внимание на в кроне дерево что тут лишнего может значит в кроне дерево прежде всего обращайте внимание на плодовые почки они легко отличается они имеют более крупные размеры вот если вот на этом побеге они это вегетативные листовые то вот здесь это плодовые почки они уже толстые вот она идет а это называется по научным кольчатка кольчатки мы ни в коем случае не трогать не обрезаем потому что если вы за них рукой для того чтобы они не обретели вы обрежете плодов не будет а с вегетативным победами укорачиваем да мы укорачиваем берем укорачиваем на счету все просто очень просто пока я никаких сложностей есть не наблюдаю лишние вот здесь у нас ветка получается длинный боковой прирост и и хороший вот небольшой прирост в сторону откроем мы на него делаем перевод пеньки обязательно убирайте вот это пенек считается это это мелкая ошибка то есть пеньки они создают проблему нам в излишном тоже хочу надо пенек надо убирать через открытую рано пенька проникает инфекция то есть мы можем в конечном итоге потерять сначала ветвь потом уже целое дерево обязательно убирайте вот здесь это привитое дерево да я вижу что вы да здесь прививка здесь две ветви привитая значит это ветвь привитая и вот это вид а это другой сорт идет и я понял то есть здесь будет на одном дереве два сорта два разных яблок а вот если это два разных сорта уход и обрезка будет такая же один одинаково независимо от сорта мы дерево формируем одинаково вообще принципы обрезки на плодовых деревьях они едины это для яблони и для для груши для вишни для сливы то есть косточку и тоже сюда включать да просто есть небольшие нюансы ну как в любом деле а что касается времени обрезки для яблони для груши для вишни это одно и то же значит для яблони для груши мы на взрослых деревьев это старше 12 лет обрезаем как правило осенью то октябрь-ноябрь на косточковой культурой обрезаем весной это вот март апрель месяц после весенней обрезки деревьев и уборки сада остается масса веточек которые выбросить просто жалко мы их можем использовать для всевозможных букетов например зимних букетов которые легко сделать самому сейчас я покажу что вам для этого потребуется но обычно то что пригодится для обрезки это обычный секатор а во вторых можно использовать для того чтобы букет был более декоративным и дольше стоял краски я например очень люблю использовать акриловые серебрянку и краску золотистого цвета именно она поможет придать сухоцветом такой вид который будет прекрасно смотреться абсолютно в любых букетах вот например посмотрите у меня в руках не что иное как семена сирени обычно мы безжалостно выбрасываем и уничтожаем столь красивые отсветшие веточки но мы сейчас можем использовать их в наших декоративных целях я например хочу сейчас покрасить это соцветие в серебристый цвет это моментально делает главное вовремя выбрать направление ветра и правильным выбрать для того чтобы не окрасить себя посмотрите на глазах обычная сухая веточка превращается в декоративный элемент который украсит абсолютно любой букет посмотрите разве не чудо настоящая зимняя сказка ну-ка веточка отправляйся сюда сюда же мы можем поставить любые растения которые вам нравятся вот например эту веточку я предлагаю покрасить не в серебристый а в золотистый цвет это все делается также быстро красота так отрежем лишнее и отправим ее также в наш импровизированный букет ну-ка давай-ка сюда вот посмотрите существует масса и всевозможных веточек которые вот в этом виде выглядит достаточно блеклыми возьмем серебрянку легким движением руки превратим эти соцветия чудесные зимние украшения как будто они только что подернулись морозца очень хорошо в таких композициях смотрится вот такие семена которые тоже после обрезки чаще всего оказываются в компостной кучи я думаю что серебрянка как раз подойдет для этих целей чуть получше она придаст яркости идите-ка сюда и что-нибудь еще необычного вот например злаки их вообще не обязательно красить они хороши сами по себе придадут букету легкость и воздушность думаю вполне достаточно двух веточек если вам хочется принести краски то вы можете взять веточки с тех растений которые в течение всей зимы выглядят красиво декоративно что-нибудь вот такое и конечно же я очень люблю веточки которые используются после обрезки роз старые сухие коробочки с семенами будут прекрасным дополнением к такому зимнему букету как видите вам совсем немного нужно времени и усилий для того чтобы своими руками сделать вот такую замечательную композицию просто красиво и радует глаз вот алексей меня такой вопрос вот очень часто пугают таким явлением как камень и течение у косточковых культур да есть так она вот она за счет чего его можно избежать и как правильно все в этом случае делать избежать его не всегда удается потому что это защитная реакция косточковых культур на неблагоприятное внешнее воздействие на зимние сильные морозы на весеннее вот яркое солнце на неправильную агротехнику то есть если вы не подкармливаете не вносите известь косточковые хорошо растут на нейтральной реакции почвенного раствора алексей а я вот здесь как раз вижу то что происходит после обрезки вот образуется такой раневой валик где раневая меристема разрастается и она вот через год полностью закроет эту ранку а это вот сейчас это правильно это да это правильно образоваться когда если у вас валик образовался значит вы обрезали правильно без пеньков если валик образовался с одной стороны либо он не образовался будет вот такой сухой пенек то вы что-то нарушает неправильно обрезать очень мне кажется своевременный вопрос стоит ли замазывать свежие срезы если они не очень большие и вообще как определить большой срез или маленький вот по вашему наблюдению считается в садоводстве современном что замазывать срезы больше меньше одного сантиметра не следует на в деревьях старше 10 лет на молодых деревьев там до пяти лет до семи лет конечно лучше замазывать до пол сантиметра среза если вы замажете все срезы это будет только плюс вашу пользу а как вы определяете возраст дерева я пока вот здесь тут нашел что обрезать токсикатор с другой стороны вот так вот так а все понял это важное замечание потому что вот клинок должен обращен к тому что оставляем а упорная планка к тому что отреза это очень важное дополнение потому что но допустим смотрим а здесь пенька нет а если же обрезаете вот так пенек будет в любом случае тут вот оно что а я всегда думал для чего у секатора как бы разные разные две стороны что называется теперь я уже буду знать так с этой веткой мы закончили или нет что тут еще и да мы теперь укоротим ее высоту уберем на лишнее сколько почек оставляем вообще это принципиально или нет или просто как правило длине если вы будете убирать одну треть от прироста прошлого года это нормально обрезка вы убираете половину ветви однолетнего прироста либо больше то вы стимулируете этим самым рост этой ветви то есть вы получаете дополнительно загущение если у вас вот есть недостаток веток в кроне вот дыра в кроне так называемый то конечно надо обрезать коротко чтобы здесь пошли ветки чтобы крона заполнилась если же у вас крона заполнена и вы обрезаете на половину вы наоборот загущаете дерево классика садоводство считается чтобы зимой безлистный период через крону свободно мог пролететь воробей насквозь пролетает ничего себе не ломая это вы хорошо поработали это мне напомнило что-то из 38 попугаев мультфильм помните да есть а да а вот в попугаях это намного проще воробей является тем золотым это критерий позволяет как раз определить не сильно ли загущенное дерево нет ли лишних ветвей и так далее алексей я часто замечаю что в кроне особенно где-то там в высоте остаются прошлогодние завязи которые там подгнили заплесневели и так далее мумифицированные плоды мумифицировали на да нужно ли от них избавляться или природа сама сбросит их желательно от них избавляться причем это надо делать осенью в октябре и ноябре то есть не допускать как в данном случае весенние весенние до зимовки потому что они являются разносчиками болезней вредители часто там зимует он лучше конечно убирать их а вот по вашему наблюдению обрезка это какая-то догма или все-таки человек в этом деле является творческим началом обрезка вообще она по сути вам помогает держать дерево только в размерах то есть на плодоношение она сказывается как положительно так и отрицательно в зависимости от степени обрезки но вот и только обрезка вы можете удержать дерево в нужных вам габаритах это хорошо когда у нас в руках имеется секатор мы можем дотянуться до веток который находится в пределах нашей прямой досягаемости а как же вот все таки с высотой дерева если нам хочется немножко крону сделать пониже на как правило для этой ситуации используется сучкорез сейчас он ну-ка хорошая штука сучкорез он позволяет перерезать ветви диаметром до 70 миллиметров а сил хватит у меня да и приступим что мы тут с этим деревом можем сделать значит дерево у нас достаточно взрослая примерно 14 15 лет выросла уже порядочно где до трех метров нам немножко надо снизить высоту значит берем сучкорез в руки легким движением хрясь ставим его производим вырезку ненужных ветвей вот оно что ты вам дать попробовать сергей конечно хочу все очень поменяемся это вам так хорошо я на маленьком так а я попробую хватит ли у меня силы значит вот здесь я сейчас вам настрою покажите-ка ага все понял 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 вот так ага дайте я пролезу сюда так первый опыт аккуратней глаза очки очки как одним движением резким вопрос так это вытаскиваем все а ведь диаметр был достаточно большой ну порядка 25 миллиметров 30 хочется закричать я сиясь а на самом деле ветку раз и хрясь ветка отправляется дальше действительно хороший инструмент очень удобный инструмент в обрезке очень важная тема то есть не надо экономить на дешеву дешевым инструментом вы портите свои дорогие руки а вот чем отличается дешевый инструмент от дорогого вот по вашему наблюдению только ли ценой в магазине нет он прежде всего отличается это качеством ручек чистым срезом это в первую очередь то есть дело хорошим инструментом обрезку вы не лом не ломаете дерево и не ломаете себе руки то есть обязательно производится по осени или вы весной все-таки немножечко доводите его зато я заточку любого инструмента нужно производить по мере необходимости значит как правило делают заточку начале сезона в середине сезона и в конце сезона в зависимости от темпа работ по обрезке сколько деревьев сколько мара сколько резов как правило таких нет данных там после 3000 резов я только приставлю как правило опытный садовод он в питомнике он делает порядка 3 5 тысяч резов за сезон это нормально это нормально это нормально это нормально и не так много значит за . инструмента производится точильным камнем напильником бархатным классика классика жанра производится только у со стороны фаски столько с этой стороны значит с плоской стороны срежущей кромки делать столько правка то есть 12 проводим 2 легких движений до чтобы снять эту за усинку завал жало также правиться по лицевой части вот эта опорная планка бывает ситуация когда секатор или . рез зажимает же ветку жует то есть все дело вот в этом центральном винте подвернули жевать не будет ага в это очень важно потому что действительно неудобный инструмент он половину работы просто но он насморку надо просто поднимать нервы в общем с этим деревом мне абсолютно все понятно да просто в дальнейшем надо дальше пролезть в крону убрать центральный проводник а главный проводник я так понимаю это центральный стволик да да это центральная ось дерева которая собственно формируется с его детства и заканчивать со смертью дерева то есть главное не допускать чтобы дерево нас превратилась некую свечку да не нужно держать яблони до 6 8 метров в высоту необходимо два с половиной три метра это максимум мы стараемся держать до двух с половиной метров чтобы удобно подойти рукой взять плот и съесть это точно и не нужно тащить большую стремянку обязательно не всегда опасно это всегда опасно алексей большое спасибо по крайней мере вот с этим деревом и с обрезкой его мне абсолютно все понятно главное действовать четко рука не должна дрогнуть и не бояться не как уверены в своих собственных силах что нас действительно получится и главное что это пойдет на пользу дереву и будущему урожаю большое спасибо вам спасибо да я с удовольствием приду на следующий урок для того чтобы не только через свои ощущения передать все что как делать праздную мускульную мускульная память должна действовать дозором большое спасибо ждем ждем вас гости пока до свидания вот и подошла к концу наша программа с вами был сергей новиков и увидимся а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok